МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игры чемпионата мира по футболу пермяки увидят на огромном экране. Крупнейшая в «Прикаме» фан-зона откроется уже сегодня на стадионе «Юность». На РБК новости «Прикаме» Станислав Загаинов. Добрый день. Потребительские цены на товары и услуги в Пермском крае с начала года увеличились на 1,5%. Последние данные по итогам мая предоставил «Пермстат». Самая высокая динамика в непродовольственном сегменте – более 2%. Причем только за апрель-май увеличение произошло практически на процент. На тот же уровень подорожали и услуги. Их сводный показатель составил плюс 1,5%. Отдельно отметим продовольственные товары. Удорожание в этом сегменте на 1,3%. Ну и вот некоторые из позиций. Более чем в два раза подорожала белокочанная капуста. В среднем она обойдется жителям края в 32 рубля за килограмм. Кстати, только с апреля цены на этот товар повысились сразу на 12,5%. На треть подорожал картофель. Средняя стоимость килограмма – 28 рублей. Практически на 20% увеличилась цена яблок – 106 рублей. Ну и сахарный песок стал дороже на 15%. Однако есть и обратная динамика. На 17% подешевела гречневая крупа. Молоко подешевело на 7,5% и на 6,5 десяток яиц. Доходы бюджета Перми от платежей за землю выросли на 23,5 миллиона рублей, сообщает администрация города. За пять месяцев текущего года в казну поступило 235 миллионов рублей. Увеличение доходов в Департаменте земельных отношений связывают с упрощением системы собираемости оплаты, реализованной в рамках проекта «Платим за землю правильно». Уровень собираемости составил 86%. Это один из самых высоких показателей за последние несколько лет, отмечают в городадминистрации. Добавим, мэрия запустила сервис для онлайн-платежей в начале июня. Личный кабинет землепользователей размещен на публичном портале системы обеспечения град деятельности. Потенциальные пользователи – арендаторы муниципальной земли. Как ранее сообщал РБК, таких в краевой столице 5 тысяч. С помощью личного кабинета землепользователя можно распечатать квитанцию для оплаты, также сразу совершить платеж. Кроме того, сервис позволяет оперативно получать данные по договорам, суммам и задолженности. В начале этого года задолженность составляла 520 миллионов рублей. Крупнейшая в прикаме фан-зона чемпионата мира по футболу 2018 откроется уже сегодня на стадионе «Юность». Организаторы рассказали РБК, что ожидает до 800 болельщиков. Место организовано Минспорта Края в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время». Установлен экран размером 10 на 6 метров с мощным звуковым комплексом. Трибуны оборудованы навесами. Но кроме того, в хорошую погоду зрители смогут расположиться и на части футбольного поля стадиона «Юность». Подобных площадок нет, она уникальна. Единственное, есть дополнительные фан-зоны, но они созданы при дворцах спорта. Это «Молот», я знаю. И еще где-то, честно не скажу. Но там мини, скажем так, фан-зоны. Самая крупная фан-зона, но весь Пермский край расположен именно здесь, на стадионе «Юность». Как стало известно РБК, организация фан-зоны финансировалась извне бюджетных источников. Конкретные суммы не разглашаются. Также по требованиям FIFA компании обслуживающие площадку не называются. Помимо трансляции на стадионе будут проходить культурные мероприятия, в том числе и детский футбольный турнир. Фан-зона будет работать с 14 июня по 15 июля. Первая трансляция начнется сегодня в 8 вечера. В матче-открытие сыграют Россия и Саудовская Аравия. Добавим еще одну фан-зону. Годом ранее планировали построить на набережной Камы, которую после чемпионата хотели перевести в многофункциональную открытую арену с летним кинотеатром и сценой. ФРС США повысила ключевую ставку до диапазона 1,75-2% ровно. Это повышение стало вторым за 2018 год. Предыдущее произошло в марте. Ну а с 2015 года ставку в США повышают уже в седьмой раз. Сразу после появления информации рубль за 5 минут подешевел на 30 копеек. При этом курс российской валюты не вышел за пределы сегодняшнего диапазона колебаний. По оценке экспертов, подъем ключевой ставки ФРС США делает привлекательные инструменты, номинированные в долларе, что бьет по любой валюте развивающихся рынков. Однако решение ФРС уже было чистично заложено в рынке. И на рубль сейчас больше влияния оказывает действие Минфина, который выкупает иностранную валюту на внутреннем рынке. До тех пор, пока Минфин так жестко присутствует на рынке, у рубля мало шансов укрепляться даже на растущей нефти, считают аналитики. Пока лучшее предложение по покупке доллара к этому часу в Перме в СКБ банке 6101, по продаже в банке Ростфинанс 62.25, лучшее предложение по покупке евро в банке Неева 73.20, по продаже в банке Ростфинанс 73 рубля 55 копеек. Эти и другие новости на нашем сайте. Перм Харбиси Ру. Следующий выпуск через час. Не переключайтесь. Портал деловых новостей РБК Пермь. Один из лидеров среди бизнес-ресурсов города. Более 300 тысяч уникальных посетителей в месяц. Всегда свежие новости, актуальная и оперативная информация. Интуитивно понятный интерфейс. Партнерский проект РБК+. РБК Пермь. Помогаем принимать решения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова